Он всегда делал то, что нужно было для азербайджанского народа. В 70-е годы азербайджанскому народу нужны были большие инвестиции в сельское хозяйство, комбайны, заводы. Он этого привозил в Азербайджан. Он использовал и свои связи, и свою дружбу, потому что он знал, что это нужно азербайджанскому крестьянину или рабочему. В 90-е годы то же самое. Он понимал, что без реформы земельной страна не может развиваться. И поэтому пошел на самое кардинальное решение, проведя земельную реформу и передав землю бесплатно крестьянам. На протяжении 13 лет Гейдар Алиев будет возглавлять республику. За эти годы Азербайджан совершит настоящий рывок в экономическом развитии. В Баку будет построен первый и единственный в СССР завод бытовых кондиционеров. Появятся заводы электродвигателей, холодильников, синтетического каучука. Опыт у него по реформам экономически был очень крут. Алиев пробовал очень многие вещи, очень открыто. Брал пример Пантюкадера. Там гангерские реформы его очень интересовали, я много раз туда ездил. Короче говоря, Алиев был человек чрезвычайно прогрессивный. Я за этот год несколько раз, наверное, раза три, может быть, четыре, думал, что бы сделал Гейдар Алиев в этой ситуации. Мне не хватало совета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова